В настоящее время в дорожной отрасли занято более 1% экономически активного населения страны. Среднегодовой объем выполненных работ казахстанскими компаниями на данный момент превышает 90 миллиардов тенге. Реализация крупных институционных проектов, таких как Западная Европа, Западный Китай, Актау, Бинэо, Астана, Щучинск позволила отечественному бизнесу перенять новые для страны технологии строительства, а также сравнить условия реализации международных и традиционных бюджетных форм контрактов. Проведенный ассоциаций анализ показал ряд имеющихся проблем в отрасли, которые необходимо решать совместными усилиями. Первое. Несовершенство механизма реализации бюджетных проектов. Опыт реализации проектов, проведенных по Международным форумам контрактов и ДИК, Международная федерация инженерных консультантов показал явные преимущества, такие как жесткий контроль за качеством оказываемых подрядными организациями услуг, справедливость по отношению ко всем странам контракта, как заказчику, так и подрядчику, минимизация коррупционных факторов. Удорожание строительных материалов определяется формула, закрепленная в условиях контракта, привязанная к фактическим статистическим данным. Поэтому вопрос компенсации не занимает особо много времени, и все основные решения принимаются инженерам на объекте. По контрактам финансирования из республиканского бюджета удорожание строительных материалов привязывается к расчетным МРП без учета фактической ситуации на рынке предоставляемых услуг. Поэтому вопрос компенсации в случае убытков подрядные организации вынуждены решать индивидуально в судебном порядке, что по времени может растянуться более чем на один год. Ассоциация полностью поддерживает проводимую Министерством работу по реформированию автодорожной отрасли, в рамках которой планируется внедрить правила ФИДИК на проектах, реализуемых за счет республиканского бюджета. Второе. Дорогие деньги действующей банковской системы. Высокие процентные ставки по банковским гарантиям в казахстанских банках второго уровня по сравнению с зарубежными заведомо утяжеляют наши ценовые предложения. Например, комиссии казахстанских банков за предоставление банковской гарантии доходят до 5% годовых, тогда как иностранные компании получают аналогичные банковские гарантии с выплатой комиссионных 0,5%, то есть в 10 раз дешевле. Третье. Внедрение новых технологий и материалов, отсутствие расценок. Уполномоченный орган в сфере строительства и ценообразования Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан не успевает своевременно реагировать на новые технологии, применяемые в отрасли. Так, например, до настоящего времени не видны расценки по устройству цементобетонного покрытия, хотя при строительстве и реконструкции более половины автобанов в Республике применяется именно данная технология. Четвертое. Совершенствование разрешительных процедур. Процесс оформления правоостанавливающих и разрешительных документов в период строительства на временный отвод земель, подстроительные площадки, грунтовые резервы, выдача разрешения на эмиссию вредных веществ в окружающую среду занимает до 9 месяцев, что значительно влияет на сроки выполнения работ. Поскольку необходимости в оценке экономической целесообразности самого проекта у выдающих разрешительных органов нет, то полагаю, что сроки рассмотрения этими органами заявок подрядчиков, участников проекта, о предоставлении права на недропользование, право временного земельного пользования и эмиссию вредных веществ вполне возможно сократить до разумных пределов, то есть не более одного месяца. Пятое. Увеличение казахстанского содержания. Очень важным является вопрос увеличения казахстанского содержания при обеспечении дорожного строительства отечественной стройматериалами. В основном это относится к битумному обеспечению. Надеемся, что ускоренный запуск октаусского битумного завода перекроет естественную необходимость в данном материале и соответственно увеличит казахстанское содержание. Ознакомившись с концептуальными моментами, разрабатываемыми в государственной программе до 2020 года, считаем, что проводимые реформы как нельзя кстати. Накопленный опыт и ускоренная капитализация казахстанских компаний в последние годы является логической предпосылкой для форсирования создания конкурентоспособной автодорожной отрасли инфраструктуры. Хочу заверить правительству, что задачи, поставленные перед автодорожной отраслью страны, будут выполнены. Спасибо за внимание.